Доброе утро, дорогие! А для меня утро началось с расстройства. Сумасшедший котёнок запрыгнул на стол, задел, скинул, как-то умудрился. Вот видите, ремонтировала, ремонтировала, отремонтировала, а он мне всё разломал. И мало того, тут же был телефон, и телефон упал со стола, и теперь у меня весь экран в мелкую-мелкую сетку. Не могу, я же заплакала. Говорю, что ж ты делаешь, скотина такая, а? Вот так вот. Не могу, вот прям, знаете, ну и растерпения не хватает. Какой-то сумасшедший. Сколько котов-то было, ну как-то, ну да, играли, скакали, но не так. В общем, короче говоря, ну и что мне теперь делать? Вот. Ещё один у меня есть, тоже полусломанный. Этот новый был мне, Макарик его подарил перед отъездом. Просто он, его надо было видеть, я его поставила на цементную эту штуку, ну, она небольшая, ну, чтобы просто, ну, он так не стоит на столе. Посмотрите, и скинул. Но она не тяжёлая, потому что я туда добавляла эту крошку пенопластовую, чтобы он был не тяжёлый. Вот на тебе. Ой, я могу. И на улице что творится? Смотрите, за одну ночь, что стало с листьями. Замрозок, что ли, был ночью. Всё скукожилось. Зима крымская. Не знаю, всё так плюс три да плюс четыре. Вот обещают потепление на неделе. Одиннадцать градусов вроде как. Но я боюсь, что уже розочки, наверное, не распустятся. И эти канны хорошо я успела в цемент. В цемент закатать. Холодно. Опять на почту. Смотрите, совы-то прилетели. Только они на другом дереве сидят. Высоко очень. Так, это мне пришла фурнитура. Из Симферополя, из интернет-магазина. Вот. И я ещё отправила Ольге Давыдовой в Кострому. Вот что она выиграла. Украшения. Ой, ну вот так высоко сидят. И немного их ещё. А почему я узнала? Вот поэтому, по этим пятнам белым. Вот они так какают. Толик меня ждёт. Ну что, мои хорошие, я вернулась. Вот такой магазин. Вот он. Интернет-магазин. В Симферополе он находится. Я там частенько заказываю. Ну, это Витя звонил. Я ему просто звонила. Он был недоступен. Вот. А сейчас перезвонил. Я говорю, поздно, Витенька, уже. Меня уже свозили. Вот. Так вот я это. Это к чему? Толик меня возил и говорит, а чего ты получаешь? Я говорю, ну, вчера посылку присылала мне подписчица из Сибири аж. Вот. Сегодня, говорю, наверное, пришли мои всякие железочки для работы. Покажи. Ну, вот я ему пакет открыла, показала. Он говорит, и сколько это денег стоит? Я говорю, две с половиной. Он вытрачил глаза и говорит, и нахер тебе это надо? Вот видите, кто как, да? Я говорю, Толик, я бы без этого. Давно бы, уже не знаю, что бы со мной было. Вот взяла вот цветных попробовать силикона. Не знаю, цвета, конечно. Мама, не горюй. Ну, я взяла по метру. А, нет, даже по 60 сантиметров. Просто попробовать. Не знаю, куда такие цвета. Хотя, может, куда-то и это. Кремпы у меня кончились, замочки. Ну, там выбор. Выбрать нечего. Вот дело-то в чем. Ну, вот видите, вот, заказала пинов. А мне вчера-то Ольга-то прислала цельный пакет. Ой, да все равно все уйдут. Господи. Сейчас только вот начать. Колечки. Ну, в общем-то, что у них было, то я и заказала. А вот это что такое? А, они маленькие такие. Ну, ладно. Я так в основном беру попробовать. Так что вот так вот. На кой, говорит, тебе это надо? А мне надо. А я без этого жить не могу. Так. Сказала я, да, что я отправила Ольге Давыдовой? Сказала вроде. Ну, ладно. Буду разбираться со своим богачеством. Я все работаю, работаю. Вот серьги делаю с бирюзой. Я просто забыла вам сказать, мои хорошие. Хочу вам скинуть фотографию о новых мошенничествах. Если вам приходит СМС-ка от приставов, что там вам арест на имущество или чего-то, даже не открывайте эту СМС-ку, потому что у вас тут же снимутся деньги. Вот мне прислали, и я с вами вот поделюсь. Сейчас выложу вам. Я считаю, что мы должны друг другу помогать и предупреждать о всякой гадости и мерзости, чтобы быть на чеку. Ой, мои дорогие. Вот так рано встала ведь. И сейчас вот сижу, что-то думаю, а что-то я закат не сняла. Посмотрела, а время-то 11 часов уже. А я сижу тут, шарик пуговками обклеиваю. Уже, наверное, часа полтора. Ой, извините, только за день успела сделать. Сейчас покажу вам. Не успела получить вот такие штуки, как сделала два браслета. Вот такой вот. И вот такой с яшмой. Ну вот это большой размер. Это, наверное, 19-й, а может 20-й. Такой благородный. А этот, наверное, 17-й размер. Так что, мои хорошие, давайте, я вам желаю спокойной ночи, чтобы все у вас было хорошо. А я, наверное, сейчас все-таки пойду спать. Не буду доделывать, потому что уже... Туг соображаю. Котенок ко мне приставал, приставал. Играть, вот играть ему надо. А я же сижу, ковыряюсь, мне не до этого. Отстал от меня, ушел спать. Так что, зайки мои, давайте до завтра. Пусть все будет хорошо. Ну, пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok